Всем привет! Пришла очередная посылочка с моего самого любимого сайта. Здесь очень много разных косметических вкусняшек и не только косметических, кстати говоря. Давайте все по очереди буду доставать и все по очереди будем с вами рассматривать. Первое, что хотелось бы рассмотреть, это вот такой вот довольно-таки большой набор от Real Techniques. Предназначен он для бровей. Стоил он, по-моему, 20 долларов. К сожалению, я не успела приобрести все от Real Techniques, что мне хотелось, со скидкой 10%, пока она была. Но все равно буду закупаться понемножечку. Пока мне очень нравится торговая марка Real Techniques и я потихоньку собираю полностью всю косметичку кистей и аксессуаров от них. Здесь такой вот чехольчик. Ага, вот так вот это все выглядит. И, наверное, сюда можно вставить полностью все эти продукты. Очень интересно. Здесь ножнички для подстрижки бровей. Они такие, видите, безопасные, с круглыми кончиками. Идеально ровные. Очень интересно. Так, допустим, так. Следующий. Давайте я, наверное, все достану, потому что это громко и будем рассматривать. Следующий. Это пинцет. Он прям такой малютка-малютка. Не знаю, как это снимается. Видите, он очень тоненький. Прикольный такой пинцетик. Окей. И три кисти. Кисть для расчесывания бровей, собственно, от нее особенно ждать нечего. Кисть как кисть. Наверное, нужно было на сайте посмотреть, как они там распределили. Вот так вот. Кисть номер один. Кисть номер два. Это, наверное, для того, чтобы высветлять под бровью. Видите, она такая вот, как лопаточка. Но я люблю высветлять под бровью. Оно у меня, конечно, грязное, но я вам покажу. Вот этой вот кистью от Зоева номер 322. Потому что она рисует идеальную линию. То есть вы можете подчистить, если где-то что-то лишнее. Но у меня даже в средстве сейчас немножко, видите. И прорисовать идеально ровную линию. Здесь же идеально ровную линию у вас не удастся прорисовать. И вот эта вот кисточка для заполнения бровей, она тоже более-менее толстенькая. Толстовато. Но хотя, если использовать ее с помадкой, помадка ее, наверное, склеит. В общем-то, посмотрим, как будет в использовании весь этот наборчик. Пока предварительное мнение, первое впечатление о каждом из этих продуктов я вам сказала. Ссылочки на все будут, конечно же, под видео внизу в описании. Поэтому разворачивайте, смотрите. И, кстати, если вы хотите отдельное видео о кистях и всяких разных аксессуарах для макияжа, то напишите, пожалуйста, внизу. Я с удовольствием его сниму. Потому что у меня уже сформировалось определенное мнение о кистях Зоева, о кистях Real Techniques. О бьюти-блендерах и так далее. Следующий наборчик от Physicians Formula. На сайте было нарисовано так, как будто все три продукта одинакового размера. По факту, как видите, они не все одинакового размера. И по факту их уже кто-то распечатывал, к сожалению. Так, кстати. Там представлено несколько таких наборов. Этот набор в оттенке Light. То есть, это самый светлый из существующих. Три продукта. Пудра минеральная. Следующая. Это у нас светлый бронзер. Light бронзер. Пудра в цвете Creamy Natural. И румяна. Очень красивые, на первый взгляд. Сейчас посмотрим. Тоже в оттенке Natural. Давайте начнем с пудры. Пудра, кстати, в стандартном размере. У меня есть уже несколько пудр от Physicians Formula. У меня есть вот такая вот пудра от Physicians Formula. У меня есть с блесточками. Вот такая вот. Ну, типа хайлайтер от Physicians Formula. И, конечно же, вот этот вот знаменитый бронзер, который пахнет очень-очень вкусно пинаколадой. Так. Да, упаковка как обычно. С кисточкой, кстати, кисточки в этих упаковках очень даже жизнеспособные. Они очень мягкие. И мне кажется, что при желании можно ими нанести макияж. Что касается цвета пудры. Она не самая светлая. Далеко не самая светлая. И даже мне она темновато. Она как бронзер. Мне кажется, даже летом она будет темновато. Ну, ладно. Но сама по себе пудра и ее качество очень даже неплохие. Запах у нее не очень приятный. Он еле уловимый, но не очень приятный. Здесь вот запах очень приятный, например. Я кайфую от этого запаха. И здесь запах, кстати, очень приятный. То есть у пудры запах немножко отличается. Здесь запаха вообще нет. Следующий продукт это румяшки. Ой, какие они. Они так крошатся. Не нужно было так сильно нажимать. Я в восторге. Мне очень нравится. Очень красивая румяна. И следующий продукт это бронзер. Еще раз повторюсь, бронзер в оттенке light. Мне интересно просто, насколько они будут близки. У них немножко разная текстура. И вот этот даже более серый. Запах у этого бронзера. Но более приятный, чем у пудры. Здесь, кстати, тоже кисточка. Но она, кстати, не такая жизнеспособная и приятная, как у пудры. В пудре она как будто из натурального ворса. Смотрите. Давайте распечатаем их все. То есть здесь, видите, он такой более грубый. А в пудре он такой очень-очень нежный. Очень-очень мягкий. Следующий продукт я очень давно присматриваюсь к этим масочкам. Animal Water Aqua Mask. Это просто увлажняющая маска. И здесь их должно быть 10 штучек. Ой, они такие тяжелые. Видите, как они должны выглядеть? 10-20 минут. Я их взяла для того, чтобы наносить на себя утром. Стоит эта упаковка примерно 15 долларов. То есть полтора доллара одна штучка, одна масочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все как положено. Никто ничего не вытащил. Хотя посылку, кстати, на таможне открывали. Доходит посылка за 10 дней. В этот раз, когда я заказывала, было без разницы заказывать домой или заказывать на отделение новой почты. Все равно доставка была бесплатная. Так, в общем-то, вот таким вот образом они выглядят дальше. Хеймиш, наконец-то он появился. И наконец-то я его поймала. Потому что очень долгое время его просто-напросто не было в наличии. И, кстати, смотрите, у него поменялась крышка. Очень приятно. Приятная новость. Потому что раньше я его просто откручивала. А сейчас, смотрите, какая у него удобная крышечка появилась. Это просто мега круто. Супер. Мне нравится, когда вот такие позитивные изменения. Я надеюсь, объем не изменился. Объем 120 миллилитров. По-моему, так и было. Ложечка. Ложечка немножко тоже изменилась. Как видите, она стала немного другой формы. И она теперь здесь фиксируется. Смотрите. Ну, то есть, не просто так пропал Хеймиш с Ахерба. Они что-то делали. Они меняли. Если вы не знаете, что это за продукт. Это такой бальзам. Грубо говоря, гидрофильное масло. Вы его наносите на лицо. Немножечко можете массажными движениями наносить. Для того, чтобы еще более благотворное влияние на вашу кожу было. И потом с помощью водички смываете. И вместе с водичкой смывается полностью весь ваш макияж. В глаза не заходит, не щипет. Это аналог легендарного Take the Day Off от Clinique. Шайба такая фиолетового цвета. Но вот это средство работает, как мне кажется, немножко-немножко лучше, чем Clinique. Clinique, кстати, сейчас тоже пропал куда-то. Так что его никак нет в наличии ни на одном сайте. Следующий продукт это кисть от Real Techniques для нанесения основы. У меня есть кисть для нанесения основы. Но мне не хватает одной кисти. Учитывая то, что я могу в один день нанести одну основу. В другой день другую. В третий день третью. Несмотря на то, что я пользуюсь еще и Beauty Blender. Все равно получается так, что мне нужна еще одна кисточка. И мне кажется, эта кисть будет работать очень хорошо. Она немножко поджата, как видите. Она довольно-таки плотно набита. Чем более плотно набита кисть, тем меньше тональной основы она будет поглощать. Но если она будет набита слишком плотно, то она будет тянуть всю основу по лицу. И не оставлять, собственно, на коже ничего. Здесь, как мне кажется, в самый раз синтетический борс. Очень рада. Добро пожаловать в мою косметичку. Следующие два продукта от торговой марки Etude House. Я мало рассказываю вам об этой торговой марке. Вот решила устранить, собственно, эти недостатки. Что у меня здесь? У меня здесь два средства для очищения пор. Бейкинг-паудер. То есть порошок для выпечки, как его называют, 160 мл здесь. И давайте посмотрим, как он выглядит. Действительно порошок? Здесь зафольгировано. Нет, конечно же, это не порошок. Это вот такое вот средство. Пахнет приятно, пахнет чистотой. И к нему в пару я взяла, опять же, от Etude House тонер. Потому что тоников у меня очень мало. Они у меня заканчиваются. Поэтому с удовольствием протестирую вот такое вот средство. Вандерпор называется. Здесь 250 мл. Это 10 в 1. Ну, прямо-таки волшебное средство должно быть. Вы знаете, запах у него какой-то слишком спиртовой, если честно. Ой, какой хороший состав. Прямо-таки все понятно, что здесь написано. Я шучу. На самом деле есть вот состав с алкоголем. На втором месте прямо-таки ботиленгликоль. Ага. Ну, не знаю, будет ли он чистить поры. Мне кажется, он для жирной кожи больше предназначен, получается, по составу. Или же не для ежедневного применения. Я не вижу указаний для какой-то кожи. Смотрите, какие забавные картинки. Как это все вот удаляется, все черные точечки. Так, ладно, будем пробовать. Расскажу вам обязательно в ближайшее время. Следующий продукт. Останавливаться особо не буду, потому что все вы о нем знаете. Это любимый чай мужа. И в последнее время, если честно, на него подсела и я. Я его пью без сахара. Если подержать пакетик подольше, то сладость, я не знаю, то ли из апельсина, то ли из чего здесь в составе. Но, в общем-то, чай становится сладким, если его заваривать долго. Такое интересное свойство у него. Дальше взяла на пробу вот такие вот витаминки. Парад животных для ребенка. Если ему не понравится, то, как обычно, если ребенку не нравится, допивают родители. Вы знаете, у него запах, уже слышно запах, очень похож на киди форматон. Один в один. Я только что попробовала эти витаминки. Похож цвет и похож запах, но на вкус они совершенно другие. Кому интересен состав? Вот он. Я не скажу, что эти витамины прямо-таки богаты всем и вся. Лучше всего, конечно же, давать алфавит. Но наш ребенок алфавит пьет очень-очень-очень с большим скандалом, потому что он не любит пить таблетки. Вот. А в целом, я думаю, что любые витаминки, если ваш врач их одобряет, они имеют место быть. Здесь 236 миллилитров, поэтому хватит надолго. Следующее, заказываю уже второй раз. Это гималайская соль. Мне очень нравится. Я засыпаю ее в мельничку и вот эти вот крупные большие кристаллы размалываются в более мелкие. Мне нравится эта соль. Нам хватает ее практически на год. Вот полкилограмма соли. Я, в принципе, редко когда что солю. Сейчас ребенок начал сам себе подсаливать. Муж себе тоже подсаливает всю еду. Но обычно я готовлю не соленое, только для гостей соленое. Следующее, это Desert Essence органический шампунь без запаха. В данный момент Desert Essence это любимый шампунь моего мужа. И в данный момент он использует кокосовый шампунь. Но он немножко, мне кажется, тяжеловат. Ему тяжелее делать, ну не делать укладку, а волосы хуже лежат, короче, с кокосовым. Потому что он немножко утяжеляет. Я думаю, что попробуем другие варианты. Возможно, с чем-то подружиться лучше. Он зафольгирован. И здесь 237 миллилитров. Это органический шампунь без парабенов. И последний продукт, который был в упаковке. Вы знаете, я уже много раз говорила о своей стрижке. И я хочу, чтобы волосы как-то немножко структурировались. Решила попробовать вот такое вот средство, как воск для волос от Джованни. Кроме того, что он ухаживает за волосами, он еще и с кератином. Слышите? Как резина. Пахнет хорошо. Пахнет, кстати, точно так же, как шампунь этой серии. И я думала, там блесточки нет. Это просто так из-за количества кажется, что там блесточки. Вот такое вот средство. Ну, не знаю. Мне кажется, что у Джованни не могут сделать плохой продукт. Попробуем, протестируем. И обязательно вам расскажу. Открывать нужно не таким образом, как я открыла, а открывая крышечку. Просто я не снимаю вот эту вот штуку, поскольку буду стопудово долго использовать этот продукт. И чтобы он не засох, не высох, лучше я пока буду откручивать и не буду снимать вот эту вот пленочку. Это был последний продукт в коробке. В принципе, все я вам показала, все рассказала, обо всем рассказала первые впечатления. Я очень рада вот этой вот кисти от Real Techniques. Есть у меня вопросы, конечно, к кистям из набора для бровей. Ножнички хорошие, щипчики мне тоже понравились. Смотрите, как круто себя ведут вот эти продукты. Мне прямо очень нравится и не терпится уже начать ими пользоваться. Также хочу поскорее воспользоваться вот этой вот штучкой. Давно у меня не было бальзама от Heimish или от Clinique. Вообще бальзама давно не было, пользовалась. В последнее время мицелляркой тоже соскучилась. С нетерпением жду, чтобы протестировать масочку. Утром завтра ее протестирую. И, наверное, в бьюти-завтраке мы с вами поменяем какие-то мои уходовые продукты на более новые. Поэтому тоже вот эти вот штуки в ближайшее время возьму в работу, в тестирование. А на этом все. Если это видео было вам интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok